Ключевской перекат. Именно здесь, на реке Бея, за поселком Мальцево-Курья, ежегодно проводятся подрывные работы. Это делается для того, чтобы предотвратить затор льда в весенний паводок. По прогнозам синоптиков, у нас в верховьях Бея в два раза превышает уровень снега, в связи с чем ожидается нынче большая волна весеннего половодия. Чтобы избежать затопления 10 населенных пунктов, в которых проживает около 3000 человек, мы проводим эти мероприятия. Итак, у меня в руках находится заряд и весит он практически 3 килограмма, а именно 2 килограмма 600 грамм. А состоит он из 35 вот таких шашек. Здесь вот написано, одна шашка 75 грамм. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Здесь мы уже заготовленные заряды с оперными подрывниками привязываем к лагам, чтобы для дальнейшей установки их в сами лунки. В принципе, все. То есть, в принципе, если попросту, то сам заряд просто приматывается скотчем к палке? Да, чтобы он при подрыве не отлетел. Тротиловые заряды готовы, и военнослужащие отправились на реку. Ну а мы отправляемся вслед за ними и посмотрим, что же интересного нас ждет дальше. Мы произвели разведку. Мы определили толщину льда, глубина реки. Толщина льда составляет 80-90 сантиметров, глубина реки – метр полтора. Далее из этого мы рассчитали необходимое нам количество взрывчатого вещества и средств взрывания. После чего мы приступили к выполнению задачи. Подрывными работами на реке Бия занимаются военнослужащие, которые приехали к нам из Олейска. И сегодня им предстоит вот такими зарядами заложить 70 пробуренных лунок. Работа кипит. До взрыва осталось совсем немного. Для того, чтобы подцепить все провода, военнослужащим нужно примерно около часа. А дальше мы услышим эпический бум. Огонь! Вот так красиво и эпично прогремел взрыв. Кристина Мелехова, Андрей Сегаев. Будни.